Сегодня о фестивале ВГИКа прямо сейчас расскажет руководитель Тверского регионального отделения Союза кинематографистов Ирина Успенская. Ирина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Александровна, ну вот 33-й международный фестиваль ВГИК. Я понимаю, что фестиваль ВГИК существует давно, но каким образом Тверь причастна к этому событию? Мы причастны к этому всего два года. С 61-го года, когда в космос полетел Гагарин, в ВГИКе решили, что действительно вместе с оттепелью наступил такой момент, когда молодые режиссеры, операторы, актеры, которые обучаются в самом престижном вузе страны, кинематографическом, могут что-то показать свое. И первыми участниками в 61-м году были Кончаловский, Климов. И вот эта всякая горда наших мастеров замечательных, это были первые участники первого фестиваля ВГИКовского. С тех пор были разные времена, были какие-то периоды затишья. Ну, это предлагаемые обстоятельства. И вот в 11-м году этот конкурс вышел, шагнул, так сказать, из Москвы в другие города. Кстати, победителями последующих фестивалей были Михалков, Губенко, Соловьев. Вот все те, кто сейчас составляет наш золотой фонд мастеров, они прошли через этот конкурс. Это их инициатива. Инициатива вузовская. Как у нас весны какие-то, да, проходят в вузах, так у них проходят творческие фестивали. Цель. Какая цель? Какие задачи? Ну, каждый творческий человек хочет быть услышанным и увиденным. Это естественно. И вот в течение года, в течение всех семестров, четырех семестров учебного года, проходят какие-то творческие лаборатории, мастерские. Потому что это действительно так. Нужно на суд хотя бы своих товарищей представить какие-то работы. И вот эта традиция 33 года повторяется с какими-то маленькими перерывами. В чем особенность вот этих последних фестивалей с 11-го года начиная? Они вышли за пределы Москвы, как я уже сказала, и за пределы вуза. Было принято такое решение спонтанное. Ну, действительно, давайте попробуем хотя бы в нескольких городах показать те фильмы, которые отобраны уже профессиональным чюри. Мы проявили такую инициативу взять эти отсмотренные уже профессорами и ведущими специалистами в ГИКО фильмы и показать их у нас. Ирина Александровна, а почему в прошлом году мы ничего не слышали про то, что у нас такое событие происходит? Как-то это по-тихому произошло? Да, это не произошло по-тихому. Дело в том, что это произошло очень быстро, очень спонтанно. Мы не сумели подготовить. Мы не подготовили город. Обратились в колледж культуры имени Львова. И нам пошли навстречу. Мы показывали там в аудиториях студенческих для ребят, которые занимаются на режиссерском отделении. Я не могу сказать, что это был аншлаг, потому что это было в учебное время. Но интерес был очень большой. И вторым залом в прошлом году был зал искусств библиотеки Горького. В этом году где фестиваль проходил? В этом году фестиваль проходит открытый в библиотеке Горького. Только это большой зал, славянский зал на третьем этаже. Вход бесплатный, свободный. То есть все желающие могут прийти? Абсолютно, абсолютно. С сегодняшнего дня мы четыре дня, четыре программы показываем. В 18 часов в славянском зале. То есть с понедельника по четверг. С понедельника по четверг. Мало того, мы не просто показываем эти фильмы. Мы предлагаем голосовать зрителям. Все, кто придут, получат бюллетени с программой, с указанием всех тех фильмов, которые идут сегодня, завтра, послезавтра и в четверг. И каждый зритель будет иметь возможность понравившийся ему, только ему фильм, ну, как-то проголосовать. Либо поставить галочку, либо надорвать там против фамилии режиссера. И таким образом мы собираем потом эти все бюллетени для голосования. И каждый день почитываем голоса. То есть мы смотрим, какой фильм лидирует в этой программе. И отправляем в этот же день практически онлайн. Мы работаем с центром ВГИКа, с пресс-центром и с центром культурных программ ВГИКа, которые собирают каждый день вот эти вот зрительские симпатии, мнения зрителей по поводу того, как мы проголосовали. Ирина Александровна, к сожалению, времени у нас немного. У вас есть возможность рассказать нашим телезрителям, как руководителям Тверского отделения Союза кинематографистов, почему им следует прийти на этот фестиваль и в Горьковскую библиотеку, и поучаствовать в качестве зрителя. Хорошо. Ну, прежде всего, я считаю, что, конечно, каждый должен выбирать то, что ему нравится, и все-таки следовать своим каким-то, так сказать, вкусам и убеждениям. Но у нас уникальная возможность в чем? В том, что мы один из немногих городов, вот как я уже перечислила, входим в эту десятку, и мы имеем возможность проследить. Мы же не знаем, вот, например, в прошлом году фильм, который лидировал у нас в Твери, занял призовое место на московском фестивале. То есть у нас зритель вот такой, у нас замечательный зритель. Поэтому я это знаю, я приглашаю всех на наши вот эти четыре программы. И это просто интересно, потому что мы ведь не знаем нашего отечественного кино, особенно совсем молодого. Это ребята от 19 до 22 лет. И вот чтобы как-то запомнить для себя имена какие-то, а может быть, просто посмотреть, что делается в нашем отечественном кино, я советую прийти. Спасибо большое, Ирина Александровна. Спасибо вам. А я напомню, у нас в гостях была руководитель Тверского регионального отделения Союза кинематографистов России Ирина Успенская.